Особенность праздника Крещения Господня составляет освящение вод. Как некогда Христос, сводя в реку Иордан, осветил ее своим присутствием, так и в праздник Крещения Господня церковь с особо благоговинным отношением приступает к воду освящения, которое ежегодно совершается дважды. Непосредственно в сам день праздника, 19 января, и накануне, в Крещенский сочельник, 18 января. Крещенский сочельник, наместник Николу Грешского монастыря, игумен Варфоломей, в честь явления образа святителя Николая, благоверному князю Дмитрию Доскому, совершил первое великое водоосвящение. Прибили и ныне, на этим святаго твоего духа, и освети воду сию, и дашь ей благодать избавления и благословения Орданова, сотворю ей в кем источника освящения дар, грехов разрешения, недугов исцеления, демонов всебудительства сопротивным силам непреступного, ангельских крепостей исполненную, да все почерпающие и причащающиеся, имеют юг очищению души телес. Водоосвящение Водоосвящение Проникнутого воспоминанием о крещении Господнем, в котором церковь видит не только первообраз таинственного омовения грехов, но и действительное освящение самого естества воды через погружение в нее Бога во плоти. Еще святитель Иоанн Златоуст в V веке говорил, «Всей праздник, в память крещения Христова, около полночи все, подчерпнув воды, приносят ее домой и хранят ее во весь год». Помня это, православные христиане 18 и 19 января с терпением стоят в очередях за освященной водичкой. Во всех городских храмах и монастыре раздается великая агиасма – святая вода. «Благодарю Господа за все и всех, кто ходит в наш монастырь. Дай Бог здоровья и хорошего настроения. И с праздником!» «Крещение!» В праздник крещения Господня вспоминают события, произошедшие в жизни Иисуса Христа по достижении Его 30-летнего возраста. Спасительное служение Господа началось с принятия им обряда крещения, но не потому, что Он нуждался в очищении, а затем, чтобы стать равным и быть услышанным. Наше участие в этом событии, в крещении Спасителя, оно становится для нас гораздо более таким вот явным, опять-таки, реальным, откровенным, открытым, благодаря вот тому вот церковному обычаю освящения воды, потому что вода, которую мы освящаем в этот день, она действительно становится особенной, она теряет вот эту вот такую обыденность, прескость, становится водой духовно сладкой, духовно укрепляющей, духовно утешающей нас. Святость этой воды, которая называется Великой Агезнью, Великой Святыней, она становится и для нас, братья и сестры, свидетельством, свидетельством святости Божией и свидетельством вечной жизни. Традиционно 18 и 19 января во всех православных храмах особенно много молящихся людей. И это не случайно. Глубокий смысл события, с которого начинается трехлетний крестный путь Спасителя, заставляет и нас задуматься о цели нашего земного бытия, вспомнить день вчерашний и искренне опечалившись о совершенных когда-либо неблагочестивых делах, с молитвой осветить свое тело и дух живительную силу крещенской воды.